Это стендберг. Два стендбера, два конструктивиста. Это очень известные были два брата. Один, который в 30-е годы погиб, и второй был главным дизайнером Москвы, парадов на Красной площади. Ему принадлежат освящение Москвы, вот эти святильники, типа Латышев, эти знаменитые. Короче, малоизвестный сейчас человек, вот, какие-то нормальные. Сейчас, секундочку. Секунду прорезываю, так будет крупнее. А он кривляется или он серьезен на этой фотографии? Кто? На предыдущей. Тарковский? Да. Ну, кусает ус. Вы спросите, кривляется или он? Да, или серьезен. Нет, он заплучив, серьезен просто, ну, типа, там, что-то пережевывает, ус кусает. Он такой немножко неврастительный был. Ему он сам выбрал эту фотографию, в конце концов. Ему эта фотография понравилась. А вам не нравится эта фотография? Да. Мне кажется, она, ну, репрезентативная такая. Он, ну, не знаю, она, каково, репрезентативная? Ее часто выбирают. Потому что, в конце концов, я их подарил семье. И сын его часто эту фотографию выбирает на всяких конференциях. Она часто появляется. Правда, к сожалению, он не копирает материал. Он не говорит имя автора. Ну, не важно. Арсений, например. Интереснейший человек. Вот, мне повезло в жизни с ним познакомиться. Потому что это очень мягкий, это очень человечный, очень бывалый. Конечно, я советую почитать про них. Его сестра, в то время она была, ну, не в этой компании. И Тарковский на нее не упирался, не рассчитывал больше на друзей. Ну, после смерти, она все-таки образованная женщина и дочка его умнейших родителей. Оба их родители, и Арсений, и Мария, они были студентами литературного института. И у них был друг, который фотографировал. Его звали Лев Карунг. Я советую вам видеть этого человека. И он снял портрет Ахматовой Цветаева. Это было для них идеалом. И они обошустряли ее Цветаева. Подружились с этим человеком, с Арсением Тарковским. Если вам интересно, если перед вами ваши айфоны, вы можете записать стихотворение, которое Цветаева перекликнул с Арсением Тарковским. Потому что Арсений написал некое стихотворение, такую маленькую элегию, где за столом появляется его семья, его друзья, исчезнувшие из этого мира. Он начинается так. «Стол накрыт на шестерых». Если вы запишите, это всегда «Стол накрыт на шестерых». «Горе да печаль», а среди моей нет. Вот это и хрустали, а среди друзей моей горе да печаль. Вот это стихотворение очень интересное. Потому что там последняя строка выцвела коса. Он говорит о том, что это люди, не живущие, выцвела коса, потому что из-под земли. Он забрал этих людей из-под земли. И тогда я вспоминаю, что в фильме «Соляриса» эти люди появляются из-под земли. Кто видит «Соляриса», тот вспомнит, что там на этой станции в «Солярисе», вдруг эта станция материализует у простых обыкновенных бездуховных людей, комуков, уродов, а у нашего героя, его жену, которая исчезла. Вот мне кажется, все-таки поэзия отца влияла на фильме Тарковского и расшифровывает этим образом. Я просто немножко, мне грустно, что я говорю, это для маленькой группы людей, которые знают Тарковского, потому что большинство, может быть, это слушает, понимает, заинтересуется этим. Может быть, вы пришли больше испортить мои фотографии, но тебе не до кончу мыслей. И начну перелистывать. И, значит, это стихотворение «Стол накрыт на шестерых», его литературный идеал, совершенно гениальная поэтесса Марина Цветаева, которую Бродский считал лучшим поэт XX века, она переписала, и это было последнее стихотворение перед ее смертью, когда жизнь покончила самоубийством. Она написала створение, которое называется «Я стол накрыт на шестерых». Если у него стол накрыт на шестерых, я стол накрыт на шестерых. И видно, что она напрашивается в гости, она просится быть седьмой, потому что ей дико все вокруг, и она хочет быть не позванной, чужой, но в этом мире, его мире. И, если вы будете эти створения читать, они ужасно грустны оба. Но ее очень грустнее, потому что, в конце концов, это было и предсмертное створение. Но мы видим, насколько она блистательный поэт, и она выигрывает осеннее по метафорике, по лифме, по поэзии. Они мощнее, конечно, и это сразу видно, если вы все-таки удосужитесь их открыть. Вы увидите эти два поэтических шедевра. Вот. И третий персонаж, Горанунг, он снял Марину Цветаеву, это их роднокурсник. Он, значит, хотел… Ана Ахматова, он хотел снять Цветаеву, но вот она не удалось ему это сделать, потому что она уехала или покончила на сутки. И он приезжает к своим друзьям на их дачу, к Керосинею и Марине Тарковским, со своим керосином, со своими аппаратами, своими истекляными негативами. И так как он проводит там все лето, скажем так, ему нечего делать, а не катего сниму, он делает фотографии, на которых мы видим молодых вот этого Арсения Тарковского со своей женой и двух детенышей маленьких. Марина и Андрея, будущего режиссера, в виде этих маленьких детишек. И я эти фотографии никогда в жизни не видел, сейчас это все доступно, но они попали в мои руки. Потому что, когда я знакомился с Андреем Тарковским, он мне дал кирпич, и в этом кирпиче были склеенные фотографии, негативные стеклянные. Я их расклеил, но ничего не сказал ни слова, то есть догадался, что я должен их как-то отреставрировать, они должны были слышать. Я их отреставрировал, ну как отреставрировал, высушил и сделал по контакте. Я их взял в контакте и все отдал, не пожалел бумагу, не сделал для себя экземпляры, но не страшно, сегодня это все доступно. И я вдруг удивительным образом увидел опять фильм «Зеркало Тарковского». «Боже, это все кадры из фильма». Ну как это кадры из фильма, когда фильм современный, а эти фотографии то военные. Но потом я понял и подтвердил это, что благодаря их другу Гарнунгу, имея фотографии себе маленьким в виде своих детства, и такого отца, как Арсений, с его стихотворением «Зеркало», он продолжил эту традицию и вот так восстановил этот фильм. Фильм именно о своем детстве, о себе. Как бы он рефлексировал эпоху, показывая этот фильм. Вот. Ну и вам интересно это? Да. Так, я не буду рассказывать историю Надежды Мандельштану, иначе мы не посмотрим фотографии. Это Надежда Мандельштан. Это... Да, вы все их уже видели, да? Это знаете кто? Это... Я попал на Мосфильм и работал у Андрея Смирнова, фильм «Верой и правдой». И в это время фильм «Солярис» шел. И он мне посылал на фильм «Солярис», но к нему приехал друг Александр Кушина. Знаете этого поэта Александра Кушина? «Вот приходи, слушай Кушина». И они потом договорились и меня послали к Надежде Мандельштану. А это Кушина. Но видите, тогда я снимал портреты сложнее, чем сейчас. Мне хотелось сделать художественного. Вот тот же Кушина. Это сейчас.